Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Девять дней школы позади, но мы еще помним, как собирали своих школьников, покупали все необходимое и напутствовали перед началом учебного года. Однако заботливые родители есть не у всех детей. Вот для них, для детей-сирот, в Спасо-Преображенском соборе прошла благотворительная акция в помощь школьнику. На ней побывала и наша съемочная группа. Спасо-Преображенский собор наполнился почти сотней детей-сирот из социальных центров Выборгского, Кронштадтского и Петродворцового районов. Все вместе и ребята, и учителя, и священнослужители молились об успешном начале учебного года и о здравии учеников, о том, чтобы Господь не спасла на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение. Молебен на начало учебы – одно из любимейших богослужений церковного года, потому как в этот день храм наполнен детьми, их светлыми чистыми душами, особой атмосферой. В первую очередь Новый учебный год – это знания, которые будут получать наши дети, которые должны пригодиться им в будущей жизни. И спектр информации настолько огромен, что, наверное, и взрослые прекрасно помнят, как им было тяжело учиться и тяжело было уместиться в юношеской, в детской голове. Столько такой класс знаний. И хочется сегодня помолиться за деток, чтобы у них получалось справляться с этим нелегким бременем под названием «учеба». И хочется, конечно, чтобы каждый из них вырос достойным гражданином нашей страны, добился больших высот и, самое главное, был полезен, наверное, людям и принес много пользы в жизни. И что, хочется, чтобы они овладели знаниями в полной мере, потому что, наверное, немногие страны мира могут похвастаться бесплатным образованием. И хочу пожелать здоровья, здоровья и сил всем учителям, которые несут это тоже нелегкое бремя. Обучение – это процесс такой, который, скажем, с нашей точки зрения, с церковной, он немыслим без, знаете, вот этого христианского аспекта. Потому что и даже вот сами слова молебна, которой мы сегодня служили, молебен на начале учения от раков, он говорит о том, что там везде на первом месте стоит обучение чему? Закону Божьему, православной вере и так далее. То есть наши праотцы, люди, которые создавали вот это богослужение, молебна, они мыслили собой образовательный процесс, как все-таки в том числе, может быть, в главном, как приобщение к знанию о каких-то истинах, которые лежат выше физических материальных законов, о истинах божественных. И знание этих истин считали приоритетным, да, которое не исключает человеческое знание, а наоборот его одухотворяет и дает ему смысл. Потому что часто мы сталкиваемся с таким мнением, особенно сейчас, что образование, оно как бы чуть ли не бессмысленно. Многие говорят, а вот посмотрите на этих успешных людей. Они учились в школе не очень хорошо. Или вообще даже как-то кое-как никто не знает, но они преуспели в жизни. И человек понимает, что чем больше он как бы крутится, вертится, да, хочет жить, умеет вертеться. Пословица даже такая есть. Где тут образование? Многие не понимают, зачем учиться. И так об этом прямо и говорят. И родителям своим, и воспитателям, и так далее. И не учатся. Понимаете? Почему? Потому что в иерархии ценностей образовательных высшую ценность должна занимать все-таки наука о надземном бытии, если можно сказать. Потому что есть священное писание. Это книга, это, если хотите, учебник. Этот учебник надо читать, по крайней мере, если бы не сказать изучать. И да, может быть, где-то богослужение непонятно, но Евангелие понятно. Хотя бы Евангелие, если читать. Понятны многие книги священного писания, которые можно читать вполне даже и школьникам, без специальной подготовки. На богослужение многие школьники пришли со своими семьями. Поддержка родных – неотъемлемая часть успеха в любом деле, в том числе в учебе. А к ней ребята уже морально готовы. У нас в семье пять детей, и мы помогаем друг другу делать уроки. Если что-то не получается, мы идем к родителям. Уроки делать у нас в семье – это очень интересный процесс. И каждый узнает что-то новое и интересное для него. Школа – это учение, сложное учение. Это долгий путь к знаниям. Это много чего надо преодолеть. Ну, иногда там бывает что-то не сделать, что-то очень трудно. Но ты понимаешь, что ты должен это сделать. И что вот это вот надо сделать. То есть если ты не сделаешь, то будет плохо. И вот все-таки вот когда ты сделал такое облегчение на душе, что ты это сделал, ты молодец. Родители верят, что этот молемен поможет их детям учиться лучше. А преподаватели надеются получить помощь от Господа в обучении своих подопечных. Учебный год каждый раз по-разному. Все зависит от того, какие детки у нас проживают. В Центре социальной помощи семьи детям Кронштадтского района, там, где я работаю, дети разные. Трудная жизненная ситуация, она бывает разная. Бывает какая-то просто проблема в семье, и мама воспитывает, или папа ребенка одни. Очень много у нас детей, которые проживают от того, что у единственного родителя, например, сменный суточный график работы. Дети живут у нас, потому что им нужно организовать их быт, и досуг, и, соответственно, питание. А учебный год, что мы ожидаем? Ожидаем в стандартном режиме оказывать помощь детям в подготовке учебных заданий, в общении, проводить беседы о жизни, о семье, вообще о многом. Им и медицинские беседы, и с точки зрения православия мы очень часто приглашаем к себе в гости священослужителей. В частности, к нам приходит отец Алексей из Владимирского собора города Кронштадта. Он рассказывает нам многие вещи, которые нам, педагогам обычным, ну, наверное, мы не можем правильно донести это все. Помогают нам в основном, конечно, духовной пищей. Проводятся и чаепития, и выходы во Владимирский собор, и Кронштадтский морской Никольский собор. Вот, ну, а так мы будем во взаимодействии с педагогами школ, где дети у нас учатся, общаемся с классными руководителями. Ну, и без проблем не проживем, естественно. Ну, и, конечно, с нашей стороны очень часто бывает нужна помощь родителям, потому что добрый совет, а иногда и помощь в дальнейшем. Необходимо проявлять особую заботу о том, чтобы прививать детям желание учиться, узнавать и возрождать традиции, почитать старших, говорят священнослужители. Над этим должен трудиться каждый, кто связан с обучением и воспитанием подрастающего поколения. И прежде всего, конечно, хочется обратиться к самим родителям, потому что приходится сталкиваться сейчас с чем? Приходится сталкиваться с проблемой, которая корнем своим имеет именно отсутствие, знаете, такой кропотливой, внимательной работы родителей со своими детьми. Они стараются как бы для того, чтобы сохранить где-то свой досуг, может быть, свои минуты какие-то отдыха, да, потому что когда родители приходят усталые, с работы, тут ребенок с ним посидеть несколько часов, поделать уроки, а часто действительно, если дети учатся и стараются учиться, надо сидеть, и мы знаем таких родителей православных, да, надо сидеть и долго сидеть, как бы с ним заново проходить в школу. Это трудно, это тоже труд, может быть, более даже тяжелый, чем та работа, на которой ты работаешь, привычно, потому что тебе надо заново вдуматься, и тут, с одной стороны, ты не должен ударить лицом в грязь, показать, особенно это уже когда на 5, 6, 7, 8 класс, да, старшие классы, а ты, может, и сам-то особо не можешь разобраться в этом, и тебе стыдно признаться своему сыну или своей дочери в том, что ты не особенно-то знаешь материал, да, то есть это труд, ты должен быть образцом знаний, с одной стороны, а с другой стороны, образцом вообще жизни, да, потому что сколько бы ты не говорил ребенку о вреде курения, если ты куришь, он будет курить в большинстве случаев, да, и то же самое касается всех аспектов жизни, поэтому чем собранней, внимательней и так сосредоточенней родитель, тем более успешен будет его ребенок. Чем он разболтанить, да, это касается графика жизни, распорядка дня, сколько времени ты уделяешь молитве, сколько работе, сколько отдыху и так далее, все это впитается детьми, и, к сожалению, к сожалению, проблемы, которые возникают у детей, это просто проекция того, что их родители грамотно скрывают, а ребенок не может скрыть, и проблем, которые перетекают, какие-то вот недостатки, неусидчивость, нежелание заниматься и так далее, это может оказаться всего лишь проекцией того, что есть у родителя, но более явно, более, так, знаете, капризно, более открыто, потому что ребенок еще не научился скрывать свои минусы, вот, поэтому, конечно, главная работа, главный труд, постоянный, ежедневный труд, ответственный, и это, как, знаете, как некое даже призвание быть родителем, насколько это трудно, насколько это постоянно, как вот говорил митрополит Антоний Суржетский, возьмите крест свой каждый день, то есть нельзя сказать, что я 1 сентября буду образцом для своего ребенка, а потом шаляй-валяй, да, и тут даже речь идет не то, что там вредные привычки какие-то исключить, это отрицательная вещь, которого и не должно быть, но когда ты исключил все это, ты должен еще положительное что-то уметь ребенку дать, а если ты не можешь ничего дать, если ты сам не знаешь, то что тогда, понимаете, и поэтому вот это кропотливый труд родителей, который, когда ты все это начинаешь делать, тебе может показаться это трудно, особенно молодые родители, которые еще пожить хотят хорошенько, да, которые, может, там, рады бы к бабушкам, дедушкам своих детей отправлять, но если они начнут двигать вот эту гору образовательную, да, то через какое-то время, когда начнут ростки прорастать, они увидят плоды, это большое счастье, это большая радость, когда ты соответствуешь своему, как бы, именованию, призванию, ты называешься родителем, ты должен воспитывать, ты видишь, что ты его воспитываешь, у тебя внутри глубокое соответствие своего названия тому, что ты делаешь, это и есть счастье, как и грех, это, знаете, попадание, не попадание в цель, то есть ты называешься родителем, а на самом деле ты не родитель, то есть ты только физически родил, но дальше не занимаешься воспитанием, И тогда может получиться, что даже сотрется и родительское какое-то состояние, как это мы и видим сплошь и рядом в сиротских учреждениях. Родители есть физически, а если их духовно нет, то и они постепенно перестают быть физическими родителями. В том смысле, что как факт биологически остается, а как вот забота в бытовой жизни нет. И ребенок в детском доме. Мы советуем, во-первых, заниматься со своими детьми побольше, поответственнее и повнимательнее, а во-вторых, заниматься самими собой. В то время, когда вас дети не видят, это не значит, что вы должны себя вести как-то по-другому, что можно, нельзя. Всегда нужно чувствовать, что ты отец, ты мать в каждое мгновение своей жизни. После праздничного молебна всем школьникам вручили подарки. Хорошая подспорья к школе. Здесь и тетради, и канцелярские товары, и книги. Учебные принадлежности собрали в рамках благотворительной акции «В помощь школьнику». Она была организована Координационным центром по работе с детьми-сиротами Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Силами прихода в Санкт-Петербургской епархии собиралось все необходимое для детей в школе. И надо сказать, что на наше обращение нашего отдела к приходам многие приходы откликнулись. Многие приходы откликнулись и собрали силами посвященнослужителей и прихожан ранцы, портфели, блокноты, ручки. Огромное количество, некоторые даже вещи передавали в хорошем состоянии для детей из социальных центров. Ну и надо сказать, что благотворительная акция, хотя она была ограничена рамками до 31 августа, 1 сентября мы планировали уже вручение, тем не менее некоторые храмы продлили этот сбор, собирают еще, приносят люди, откликаются. И поэтому мы думаем, что в течение всего сентября месяца мы будем то, что нам передают с приходов, готовить из этого специальные наборы и отправлять нуждающимся многодетным семьям, семьям с трудным материальным положением и детские дома, социальные центры и так далее. Около 300 школьных наборов еще будут переданы в центры социальной помощи в разных районах города. Ведь, к сожалению, не у всех детей есть любящие родители, которые позаботятся о том, чтобы в портфеле школьника нашлись ручки и карандаши. Хорошо, когда есть неравнодушные люди, способные помочь детям-сиротам, хотя бы малой лептой. И мы верим, что в церкви таких людей большинство. В рубрике «Время с пользой» на этот раз мы докажем, что время действительно можно проводить с пользой. С пользой даже в школьном понимании этого слова. Сегодня мы будем изучать физику, мастерить интересную вещь, да еще развивать у ребенка инженерное мышление. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Шперх. Я придумываю и провожу с ребятами мастерилки, которые я так называю мастерилки с папашей Шперхом. Папаша Шперх – это я. На своих мастерилках мы стараемся из очень простых вещей сделать интересные, прикольные, замечательные штуки. Ну а попутно мы решаем огромное количество образовательных задач. Вообще мастерилка – это такая очень важная вещь, очень важная потому, что современным детям катастрофически не хватает умения работать руками. Они привыкли все видеть на экране компьютера, на экране мобильного телефона. С виртуальностью у них все в порядке. А вот с руками обычно возникают большие проблемы. Но, тем не менее, вот благодаря таким мастерилкам мы можем много чего изучить. Причем это очень важно, что все, чем мы занимаемся, оно не требует никакого специального оборудования, не требует никаких приобретений. Все, что есть, это либо есть уже в вашем доме, либо это можно купить в соседнем магазине и стоит, в общем, буквально копейки. Ну вот, например, в соседнем магазине FixPrice я купил вот такие вот замечательные таблеточки-батарейки. Что с ними можно делать? Вот просто такая батареечка. Из любой игрушки выкручивается светодиодик. Если я сейчас возьму и соединю светодиодик, как вы думаете, он загорится? А почему он загорится? Потому что по нему пойдет электрический ток. Вот видите, как горит светодиодик. А как вы думаете, что будет, если я переверну светодиод? А почему он не будет гореть? И тут уже можно с ребятами поговорить о том, а почему светодиод гореть не будет? А будет ли гореть лампочка? Вот не горит светодиод. Такая простая вещь. А вот так горит. Электрический ток горит, не горит. Вот такие простые вещи. Это простой фонарик. Кстати, этот фонарик можно обернуть фольгой, поместить в какой-то корпус, и вот уже у вас замечательная поделка, хоть на елку вешай, хоть в страшный темный сарай, заходи с таким красным глазом и пугайся страшного дракона. Это такие простые вещи, которые выдают огромное количество интереса у детей. Можно решать и довольно сложная инженерная задача. Вот смотрите, например, вот это обычные мешалки для кофе. Они такие очень хрупкие. Попробуем сейчас из этой мешалки сделать, это просто скотч, сделать мост. Как вы думаете, это мост прочный? Смотрите, я наступаю на этот мостик, и палочка прогибается до самой земли. Мост не прочный, а если что, она вообще даже может и сломаться вот так вот легко. А что делать, если нам нужен мост? Давайте думать, что у нас есть в доме. А у нас есть в доме, ну, например, в доме наверняка есть какие-нибудь использованные трубочки от коктейля. Пили коктейль когда-нибудь? Да. Или может ли вот такая гибкая, совсем гибкая трубка сделать прочный мост? Оказывается, может. Оказывается, может, если мы возьмем ту же самую хрупкую палочку и вставим ее внутрь трубочки. Между прочим, получился настоящий композитный материал. Можно сейчас попросить кого-нибудь? Марк. О, мне сегодня помогают ребята. Марк, Надя, Соня и Арина. Марк, можете попросить, проверить, получается ли прочный мостик? О, уже Марка требуется довольно серьезный усилик. Ага, все-таки не очень прочный, да? Не очень прочный. А можно ли еще как-нибудь его усилить? Да, еще надо. А можно еще надо быть? А можно построить фермную конструкцию сверху? Мы как-то делали такие вещи тоже с ребятами. Но сейчас разговор не об этом. Сейчас я бы хотел, чтобы мы с вами вместе сделали еще одну штуку, очень простую, но которая покажет вообще, как делается подобное занятие. Мы сегодня будем делать самолетик. На самолетах будет необычно. Скажите, пожалуйста, какие формы крыльев бывают у самолетов? Соня, какая форма крыльев у самолета? Треугольная, замечательно. Военные скоростные самолеты имеют треугольную форму крыльев. Еще какие формы крыльев бывают? Прямоугольные. Гражданские большущие самолеты летают на огромных прямоугольных крыльях, так? А круглые крылья бывают? Нет? Я сейчас вам скажу. Вот как вы думаете, вот крылья, ну это похоже на прямоугольное крыло, да? Ну какое-то странное крыло, оно вообще не летит. А если я склею крыло вот таким вот кольцом, как вы думаете, полетит ли такой самолет? Так, кто за то, что да? Один. Кто за то, что нет? Один. А два? Давайте проверим. Вот интересно. На самом деле, очень интересная штука. Мы сейчас попробуем сделать самолет с вот такими круглыми кольцевыми крыльями. Я уверен, что он полетит. А вот хорошо ли он полетит, это будет зависеть от того, как мы его сделаем. Для начала нужно вообще понять, если у нас будут вот такие вот крылья, как их можно закрепить на самолете? Ну, склеить. А, склеить. Для того, чтобы сделать самолет, вам потребуется лист бумаги формата А4, точнее, на самом деле, потребуются вот такие вот листочки уже нарезанной бумаги. Мы нарезали заранее, но в принципе, это легко делается. Вам потребуется, девочки сказали, наклеить. Мы обожаем наклеивать бумажным скотчем. Это обычный бумажный малярный скотч. Он хорош тем, что легко отрывается прямо руками. Вот так вот. Любой ребенок тоже может его оторвать. Я надеюсь, у вас сил хватит, чтобы его оторвать в кусочки. Нам потребуется что-то, что заменит, я скажу, очень умное слово. Фюзеляж. Что такое фюзеляж? Палочка. Ну, вы уже увидели, что у меня есть палочка. Палочка – это корпус, это кабина. Это сам основной тело самолета, фюзеляж, к которому будут прикреплены наши крылья. Итак, палочка – это шпажка для шашлыка. Бумажный малярный скотч. Бумажная полоска. И еще один секретный ингредиент, время которого не пришло, для телезрителя я скажу, нам потребуется пластилин. Вот такой вот просто пластилин. Любой абсолютно, он у меня уже даже бывшего употребления, я собрал то, что осталось от ребят. От моих. Ну что ж, попробуем сделать самолет. Итак, крылья. Сколько у самолета бывает крыльев? Два, поэтому я каждому ребенку дам по две. По две полосочки. Вот вам две полосочки, вам две полосочки. Сможем ли мы сделать из них вот такое колечко? Да. Вам потребуется скотч. Я каждому сейчас дам вот такой вот листочек. Скотч, держите, скотч. Держите, и мне тоже достанется. Отрываем вот такой кусочек скотча и наклеиваем вот так вот, чтобы получилось ровное, красивое кольцо. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть два крыла. Как мы их поставим на самолет? Вот представьте себе, у вас есть, помните, я говорил слово, фюзеляж. Да? Вопрос. Как закрепить крыло на фюзеляже? Его можно закрепить вот так. Его можно закрепить вот так. А, кстати, их два. Можно закрепить вот так, как уши чебурашки. Можно закрепить, как нос у воротина. Можно закрепить, как, не знаю, восьмерка на 8 марта. Как мы их поставим? Ну, наверное, как уши чебурашки. Как уши чебурашки. Есть одна проблема. Если вы внимательно посмотрите на эти ваши крылья, то вы увидите, что они немножечко разной формы. Вот особенно это видно у Марка. Он один сделал шире, а другой сделал уже. Одно крыло получилось больше, а другое меньше. Одно крыло большое, а другое маленькое. Полетит такой самолет? Не, он полетит. А как он полетит? Это крыло его несет хорошо, а это крыло несет плохо. Куда он улетит? На север, на север он улетит куда-нибудь набок. Улетит набок? Улетит. Поэтому так хорошо бы разместить крылышки. Было бы замечательно, чебурашка, правда? Но если у вас чуточку разные крылья, то, скорее всего, он у вас полетит куда-нибудь в сторону. Значит, как будем ставить крылья? Ставим так, но только не как уши у чебурашки, а... Смотрите, какой у нас корпус. Может быть, поставим одно за другим? Можно? Что тогда получится? Наверное, оно полетит прямо вперед. Да, поэтому это хорошо. С другой стороны, уши чебурашки нам не будут мешать. Оно будет лететь прямо, я надеюсь. Будет лететь прямо? Да. Отлично. Если оно будет лететь, тогда попробуем. Сейчас оторвем еще по кусочку скотча. И вот так вот, вот так вот оторваем по кусочку скотча. Снизу приклеиваем колечко к нашей палочке. Вот так вот. Давай, я помогу тебе. Пальчиками это нужно делать. Можно? Вот, уважаемые телезрители, очень важно учить ребят работать пальчиками. Они привыкли работать ладошкой. Давай вместе с тобой мы сейчас возьмем аккуратненько пальчиком и отрываем пальчиками. Вот так, замечательно. Левый. Чтобы он не закручивался так, хорошо-хорошо пальчиками пригладить вот здесь вот. Просто приклеить получше. Вот так вот аккуратненько, вот так вот замечательно. Все, получился самолет. Ой, а где у этого самолета перед, где зад? Нету, это правда нету. На самом деле нам не важно, где у него перед, где зад. Пока что мы не знаем, где перед. Мы можем подсказать его этой стороной, а можем этой. Посмотрим, как он лучше летит. Пожалуй, пора испытывать. Еще раз хочу попробовать задать вам вопрос на голосование. Как вы думаете, хорошо полетит или нехорошо? Кто считает, что полетит хорошо? А кто считает, что полетит плохо? Ну что ж, идем? Так, ой, смотрите, какой мне интересный самолет. Что-то у меня получился хуже всех. А как вы думаете, такой самолет полетит или нет? Нет. Да? Проверим? Проверим. Мы идем в коридор и запустим наши самолеты. Поиск причины и удачи. Это самое сложное, самое интересное. Давайте подумаем. Самолет задирает нос вверх. Почему же он задирает нос вверх? Потому что... Неровно приклеен на полет. Ну, и он у Марка такой был, да? Блин, он крутился. А соня все сделала хорошо. Но почему-то задирает нос вверх. Почему? Ну, расстояние может быть. Нет, нос. Сила протяжения? Ну, сила протяжения, понятно. Он слишком быстро. Он быстро, ведь это не очень быстро. Но не так, так быстро. Если ты понимаешь, он слишком... Легкий. Легкий, конечно. Он легкий. А что нужно сделать, чтобы нос был не таким легким? Утяжелить. Чем вам его утяжелить? И вот тут-то выполните... Пластилина. Совершенно верно. Итак, Марк. Пластилин. Да? Да. У меня тут есть пластилин. Есть вот такой вот желтый. Есть рыжий. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас берем маленький кусочек пластилина. Видите, любой. И вам нужно скатать вот такой вот комочек. Вот примерно с горошинку. Сумеете такое сделать? Примерно горошинку пластилина. И надеваем его на ту часть, которая является по-вашему передам. Вот такая вот получается насадка на носу. Ну, попробуй. Попробуй, что я поймаю. Опа! Чисто, как он плавно летит, правда? Поймаешь? Отлично. Уже как здорово летит. Этот самолетик летит вообще в любом случае. Даже если ваши дети сделают совсем что-нибудь не так. Вот у меня летали даже вот такие самолеты. Тоже летит? Прекрасно. А полетим ли он? Покажи. А проверим? Да. А пошли проверять. Вы уже все сделали? Надо экспериментировать. Пошли. Ну что, запускаем? Да. Ну давайте. Ага. А кто хочет испытать мой кривой самолет? Полетит или нет? Опробуешь? Ну-ка, интересно. Вы честны? Вы честны? Летит, да? С вами была мастерилка с папашей Шперхом. И мои помощники Соня, Марк, Надя и Арина. Всего доброго. Пока. С вами была программа для родителей. Учимся растить любовью. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова